Вечер среды, это значит пришло время поговорить о главном и задать насущные вопросы. Ольга Гаврилова, Никита Кондратов в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, начнем мы, конечно же, с теплых слов и поздравлений. По-другому быть и не могло, нас бы и не поняли. Сегодня 5 октября, День Учителя. И наши теплые слова всем тем, кто учил и учит, главное думать своей головой и понимать, что нет ничего невозможного и никогда не поздно учиться. Одним из первых сегодня учителей, педагогов, воспитателей поздравил, конечно же, президент Вадим Красносельский. И вот и вот стата. Давайте послушаем. Учителями становились и становятся люди, не только дающие своим ученикам знания, но и открывающие для них нравственные и духовные ориентиры. Каждый из нас с душевным теплом вспоминает своего первого учителя. Через всю жизнь проносит воспоминания о школьных годах как времени познания мира. Мы никогда не забываем учителей, которые научили нас не бояться трудностей, не останавливаться на достигнутом и постоянно стремиться к новым знаниям, к новым вершинам. А еще раньше коллег с праздником поздравила министр просвещения Светлана Иванишина в эфире специального разговора. Хочется поздравить и учителей, и воспитателей, и работников СПО, и высшего профессионального образования. Просто всех людей, которые имеют отношение к образованию с этим праздниками. Учитель – это тот человек, который сдает экзамены перед жизнью ежедневно. Это очень тяжелый труд. И в жизни не повторяются какие-то истины и педагогические ситуации, которые абсолютно одинаково подходят к каждому ребенку. Поэтому надо обладать не просто мастерством, а искусством. Искусством работы с детьми. Я пожелаю нашим педагогам именно этого. Искусство работы с детьми. Верить в лучшее начало наших детей. Крепкого здоровья, мудрости, терпения. И видеть только то лучшее, что развивает наших детей, что развивает наше общество, наше государство. Ольга, я думаю, не ошибусь, если вас поздравлю с Днем Учителя. Насколько знаю, у вас и образование есть, и опыт работы в этой сфере. Да, спасибо, Никита, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, как вы это быть учителем? Какие вот воспоминания? Я закончила педколледж в Бендерах. И вот эту школу, ну, честно говоря, я бы рекомендовала всем пройти. Независимо, кем вы будете потом работать. Это культура поведения, культура речи, это пластичность ума, это артистизм. Это учитель получает то, что ему пригодится в жизни всегда. Ну, а если говорить уже из моего учительского опыта, что мне запомнилось? Скорее, не запомнилось, не когда я работала там, ну, хотя до сих пор прихожу в школу, вот на съемки и мурашки идут по коже. Ну, это уже где-то что-то выше, что-то, не знаю, это незабываемо, сколько бы лет не прошло. Но запомнился мне, запомнился такой случай, когда я уже не работала в школе и встретила маму своей воспитанницы. Я, получается, в начальной школе работала, а она перешла в пятый класс. И когда они писали сочинение «Кем ты хочешь быть?», ну, это, может, и не скромно, но это то, что меня реально зацепило. Она написала, что она хочет быть Ольгой Викторовной. Ну, то есть, я не знаю, учителем ли она хотела быть, но мне было очень приятно. Я думаю, достаточно этой истории, чтобы понять, какой учительницей ты была. Вот так вот скромно мы подвели. Я тебе предлагаю небольшой тест. Как говорят великие, доставайте двойные листочки, и мы начинаем. Я начинаю фразу, ты должна ее продолжить. Я думаю, что, если у тебя есть преподавательский опыт, они для тебя знакомы. Выйди и... Зайди нормально. Отлично. Никто из класса не выйдет, пока... Не знаю. Значит, эту фразу не использовала. Пока все не сдадут работы. Так, вот уже галочку ставим, что не ответила. Закрыли рты. Открыли тетрадь. Правильно. Звонок. Для учителя. И последний вопрос из нашего теста. Сейчас я рассажу эту... Сладкую парочку. Ольга, садитесь, пять. Ну, на один вопрос не ответила. Это так, да? Ну, да. Авансик. Никита, сегодня в День учителя, в принципе, как и первого сентября, многие вспоминают что-то из своих школьных лет. Вот что вам вспоминается сегодня? Ну, я отвечу строчками из песни, что мудрых преподавателей слушал я невнимательно. Все, что не задавали мне, делая кое-как. Сделать хотел грозу, а получил козу, розовую козу с желтой полосой, вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Ну, это есть так метафорично о моих школьных годах. Ну, как и все, конечно же, я был грешен, тоже прогуливал уроки, летал где-то в облаках, не всегда внимательно слушал у учителей, но все-таки они сумели дать мне тот багаж знаний, с которым я вот уже 30 лет иду по жизни и пользуюсь служебным положением. Хочу сказать спасибо учителям Тираспольской гуманитарно-математической гимназии за то, что потратили свое время на меня, и не только, вы делаете очень большое дело, и низкий вам поклон. И всех учителей мы еще раз хотим поздравить с праздником и поздравляем, пользуясь случаем. Говорим большое спасибо вам за ваш труд. Как показывают наши реалии, один из важных предметов, который стоит учить в школе, это история. Мы видим, как сейчас ее переписывают в режиме «Лайф. Война 92-го» в Приднестровье, в Молдове, 2022 год благодарности тем, кто стрелял в нашей республике. 1 сентября в школах Молдовы, там первый урок посвятили памяти комбатантов, участникам боевых действий против приднестровцев. А вот теперь трагедия Приднестровская стала поводом для шутки. Накануне в Кишиневе показали фильм «Карбон» – комедия о событиях 92-го года. Казалось бы, это несовместимые вещи, но вот автор фильма сумел их сопоставить. Пример этого фильма состоялся на фестивале в Сан-Себастьяне. И вот одна из последних новостей. «Карбон» – один из номинантов на «Оскар» в номинации «Международный полнометражный фильм». С нами в студии наша коллега-редактор Молдавской редакции 1-го Приднестровского телеканала Зинаида Кицкан. Здравствуйте. Здравствуйте. Зинаида, добрый вечер. Здравствуйте. Вот я не знаю, вам повезло либо не повезло попасть на показ этого фильма. С какими чувствами вы выходили из зала? Лично у меня чувства неоднозначные. Фильм, конечно, сделан по всем законам жанра, но вот вопрос комедия ли. Особенно для нас, преднестровцев, не будем забывать, что это фильм о войне. А для нас тема войны, тема 92-го года – это такая живая война и живая боль. Это вещи, которые не забываются, боль, которая не проходит. И постоянно общаясь с этими людьми, мы эту тему знаем не из учебников истории, не из каких-то скудных рассказов, как знали некоторые многие зрители из зала. Мы эту тему знаем от очевидцев этой войны, от людей, которые прожили, пережили ее. И поэтому я думаю, что у людей, которых коснулась война, будет немножко вот другое впечатление о фильме, чем задумывали авторы. Итак, о чем эта картина? Версия авторов фильма. Фильм «Карбон», действие которого происходит в Молдове в 1992-м, в непосредственной близости от горячих зон Днестровского конфликта, рассказывает историю молодого тракториста Димы, который пускается в абсурдное приключение, полное неловких ситуаций, в которых герой сталкивается с равнодушием, жадностью к наживе и глупостью окружающих его людей. Из всей этой истории Дима извлек один важный урок. «Будь человеком». Урок, который в конечном итоге меняет его жизнь. Это описание соответствует фильму, показанному? Да. Главный герой – обычный молдавский парень Дима. У него есть мечта, у него есть любимая девушка, на которой он мечтает жениться, мечтает о собственном доме, о квартире. И ради своей мечты он готов намного и даже пойти на войну, даже не понимая, что такое война и куда он, по сути, собирается идти. И против кого воевать. И против кого воевать, да. Ну, соцсети Первого Приднестровского опубликовали видео из этого фильма, и свободных мест в зале не было. Зинаида, к чем объяснить вот такой ажиотаж и такой интерес к этой картине? Ну, я думаю, что многие зрители, которые были вчера вот в зале, они шли на это событие, вот как на такое культурное событие в жизни страны. Люди, ну, они хотели посмотреть чего-то своего. Иностранного насмотрелись, а теперь хочется своего. Хотя и здесь тоже не можем сказать, что это чисто молдавское производство. Там партнеры помогли, чувствовалось рука мастера, скажем так. И были все атрибуты, скажем так, презентации. Красная дорожка, был хороший промоушен фильма, может быть, поэтому. Я не думаю, что люди, которые шли туда, ожидали там увидеть какую-то объективную оценку войны 92-го года. Для них это было по большей мере культурное событие. Я так думаю, это мое мнение. На ваш взгляд, эту картину можно трактовать как некое политическое заявление и как отношение к событиям 92-го года? Прошло 30 лет, и официальные оценки событиям, которые произошли в 90-х годах, Молдова официально так и не дала. Этот фильм предоставляет возможность зрителям посмотреть, может быть, что-то переоценить. Хотя тоже вопрос объективности. Там некоторые такие технические, художественные приемы, которые самого зрителя лишают этой возможности. Там уже изначально предопределено, кто был прав и кто виноват. То есть фильм не оставляет вот этого пространства подумать и сделать выводы самостоятельно. Да, однобоко. Вот есть эта однобокость в трактовании. Да, все правильно. Зинаида уже сказала о том, что Молдова не дала юридической оценки событиям 92-го года. Более того, виновники до сих пор на свободе, в чести. Них называют улицы в Молдове. Их награждают всевозможными наградами. Да, ну и судя по тому, что происходит там сейчас и по тому же ажиотажу, который был вчера в зрительном зале, можно говорить о том, что, наверное, ничего и не поменяется там. Ну вот это заявлено комедия. Конечно же, война как основа для комедийного фильма, ну очень спорный, мягко говоря, на мой взгляд. Но вот были какие-то моменты, которые вас все-таки заставили улыбнуться там? Ну, скажем так, моменты были разные. И вообще я считаю, что как бы смеяться над какими-то своими недостатками, мы их видим в разных героях в фильме, ну это не грешно. Но тут такая тонкая грань, не будем забывать, что тут фильм все-таки о войне. И насколько юмор, война могут идти рядом. Ну это вопрос. И всегда вот любую ситуацию, которая есть в жизни, ну многие могут сказать, что вот вы не понимаете юмора и шуток, поэтому вы не поняли. Но я думаю, что мы и шутки, и юмор, мы все понимаем. Просто любую ситуацию иногда надо примерять на себе. И хоть на долю секунды, вот пусть каждый зритель, которому смешно, представит, что в той роли его какой-то близкий человек, родной, близкий человек. И я думаю, что в голове его точно многое перевернется. И все эти приключения с трупом обгоревшим уже будут не такими смешными. Это однозначно. Вопрос дня звучит банально. Вы, наверное, первый житель, жительница, первая жительница Приднестровья, кто посмотрел этот фильм из моих знакомых коллег. Вы знакомы, да. Вы бы порекомендовали Приднестровцам смотреть этот фильм? Стоит ли его вообще смотреть или нет? Рекомендация – дело неблагодарное. Каждый решает для себя, что смотреть, что не смотреть. У нас, как говорится, море телеканалов и богатый интернет. И, пожалуйста, кто хочет, может посмотреть. Но главное все-таки сделать выводы правильные из всего этого. И полет творческой фантазии у людей, искусство, он широкий. Но при всем этом, я думаю, что не стоит забывать, что не все вещи в этом мире подходят для шуток. Потому что смешно – это когда смешно всем. Накануне состоялась еще одна премьера. На этот раз в главных ролях президент Молдовы Майя Санду в соцсетях публиковали полную версию ее разговора якобы с премьер-министром Украины. В роли Дениса Шмыгаля – известные российские пранкеры, мастера телефонных розыгрышей «Вован» и «Лексус». Да, разговор получился очень интересным. Мы говорили о том, чтобы часть Молдовы сдать в аренду, о мобилизации и, конечно, о Приднестровье. Давайте послушаем. Мы понимаем и всегда хотели разрешить этот конфликт. И мы всегда говорили о рисках, которые он представляет для нас и для вас тоже. Но кроме того, насколько мне известно, есть запасы боеприпасов на артиллерийских складах в Приднестровском селе Колбасня. Так что они были бы очень полезны в данный момент для наших военных. Я понимаю. Но, опять же, у нас нет доступа к ним. Если мы попытаемся добраться до этого склада, начнутся военные действия. Нет, я имею в виду, если это будет необходимо, в случае необходимости, в случае эскалации, можно провести совместную подготовку Молдовы и Украины к операции по деоккупации Приднестровья, занятого Россией. Поэтому, как я уже говорила, я очень надеюсь, что представится возможность. Что касается конфликта, когда вы выиграете войну, тогда мы могли бы мирным путем решить данные проблемы. В администрации президента Молдовы сказали, что никакого разговора не было, что это фейковое видео. Дипфейк, высокие технологии даже применили. Да, Зинаида, вы телевизионщик со стажем. Вот что можете сказать? Это действительно интервью, которое смонтировали, которое не соответствует действительности, которое гипфейк. Дипфейк. Дипфейк. Еще чипфейк есть, я вот читала сегодня. Дешевый фейк. А это глубокие, там высокие технологии и все это. Что все нарисовано. Или это все-таки запись настоящего разговора? Ну их так много вот этих технологий, что я думаю не то, что простому обывателю, даже людям, которые информацией занимаются, даже им сложно понять, правда это или не правда. Ну оценку все-таки должны дать технические специалисты, я думаю. Но из того, что я видела, ну стиль похож. И риторика тоже та, которую мы слышали ранее. Да, ничего нового там Майя Сандуков не рассказала, но для меня разве что аренда Молдавского села Украины, вот это вот новое. Но я вот хочу отметить, несмотря на то, что вот такие тезисы звучали там давно знакомые, но опять же хочется отметить, что Майя Санду все-таки говорила о мире и о мирном урегулировании молодо-преднестровских отношений. Вот я думаю, что из этого интервью это очень важно. И вот вы уже сказали, что мы живем в таком потоке информационном, все подписаны на кучу телеграм-каналов, ютуб, и вот столько льется информации, как не сойти с ума? Вот посоветуйте, пожалуйста, как опытный телевизионщик. Не, ну самое главное, наверное, оценить свои возможности, сможешь ли ты переварить вот эту информацию или нет. Делать иногда паузы. Думать. Это очень важно. Критически думать, кому это надо, кому это выгодно. Ну и самое главное, наверное, доверять проверенным источникам. Это называется информационная гигиена. Вот. Ну вот на такой ноте мы и закончим. Еще раз напоминаем, понятно, мы живем в такое время непростое. Очень много информации из разных утюгов и другой бытовой техники до нас доносятся. Поэтому надо все-таки сохранять разум, критически относиться ко всему, что увидели, услышали. И, конечно же, банально, очень важная вещь – доверять только официальным источникам. Давно мы в этой студии не говорили о футболе. По крайней мере, я. И у меня на это были уважительные причины. Поводов, конечно же, много. Это шериф Лига Европы и старт Амалиги. У нас в гостях футбольный фанат, знаток испанского футбола Родион Асачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, не только испанского футбола. Но и любого другого футбола, в общем. Вот. Мы об этом еще поговорим. Родион, завтра у всех футбольных болельщиков Приднестровья не только большой праздник, а очередной матч шерифа в Лиге Европы в соперниках Реал Сосъедат. Что можете сказать о сопернике шерифа? Очень достойный соперник. Если мы посмотрим на турнирную таблицу, то увидим его там на первой строчке. Команда сыграла два матча, одержала две победы. И теперь мы ее ждем у себя в гостях. Возможно, чтобы преломить эту статистику. Ну, вот Приднестровский болельщик, он уже разбалованный. Реал Мадрид, Интер, Манчестер Юнайтед. Вот вывеска шериф Реал Сосъедат. Она привлечет болельщика? Простого болельщика, обывателя, кто вот далек от футбола? Или все-таки нет? Как думаете? Я думаю, для простого обывателя, избалованного такими громкими вывесками, как вы только что перечислили, это, конечно, не такая громкая вывеска. Но, тем не менее, в сравнении с остальными простыми матчами, регулярными матчами чемпионата, Кубка Молдовы, это все же значимая вывеска. И интерес также вызывает. На такой матч стоит сходить и посмотреть. Вы уже сказали о том, что Реал Сосъедат явный фаворит в группе. Две игры, две победы. Болельщики с Манчестером с тобой сейчас поспорят. Они до сих пор верят в свою команду. Я им очень сочувствую. У них сейчас тяжелые времена. Ну, можем, да, мы говорить о том, что это вообще явный такой лидер. Я думаю, первые две победы в двух турах дают очень хорошие шансы за борьбу, за продолжение борьбы, за выход в плей-офф Реал Сосъедат. Далеко ходить не нужно. Стоит вспомнить опыт Шерифа в прошлом году, который тоже в первых двух матчах одержал две победы. И в конечном счете так же и вышел из группы. Ну, не совсем туда, куда бы мы хотели, в плей-офф Лиге Чемпионов, а мы попали в плей-офф Лиге Европы. Но это тоже был очень хороший результат. Вот сейчас, кстати, Лига Чемпионов. Мы о ней до сих пор еще думаем после прошлого сезона. И сейчас вот такой аперитив перед Лигой Европы. И мы вот смотрим Лигу Чемпионов, там играют топ-клубы, играют лучшие игроки мира. Но вот такой вопрос, откуда берутся все эти крутыши? И вот как раз одна из таких фабрик-крутышей – это Реал Сосъедат. Оттуда вышли и Антуан Гризман, и Хави Алонсе, и Клаудио Браво, воротарь Барселоны. Вот и свежих примеров. Это, конечно же, Эдегор, который перезапустил свою карьеру в Сан-Себастьяне, и сейчас пылит за Арсенал. Родион, вы разбираетесь в испанском футболе, в этом не сомневаюсь. Вот посоветуйте, за кем можно последить. Кто вот из этого состава Реал Соседата, мы в этом увидим в каком-нибудь топ-клубе. Я думаю, прямо сейчас можно пристально следить за молодым японским футболистом, таки Фуса Куба, который является воспитанником Академии футбола Барселоны. Но, несмотря на это, сумел уже поиграть какое-то время в составе Реал Мадрид. А сейчас состоялся этим летом окончательный трансфер, его переход в состав Реал Соседат, где он достаточно успешно выступает, забивает голы, приносит очки своей команде. Я думаю, в матче против Шерифа одна из основных ставок будет сделана на него. Я бы хотела выделить главного тренера этого клуба, Эмманоли Альгуасили. Не только стильный, но и очень эмоциональный. Вот, например, какую пресс-конференцию он дал после победы в Кубке Испании. Гипузхуа, todos conmigo, eh? Ну, я понимаю, что харизма тренера Сан-Себастьянцев, Ольга вас очень сильно привлекла. Однозначно. Ну, я надеюсь, что он таких эмоций не будет испытывать после матчей с Шерифом. Напомню, получается, что сейчас Шериф сыграет два матча подряд именно с Реал Соседат. Завтра в Кишиневе и через неделю будут играть в Сан-Себастьяне. И, на мой взгляд, это ключевая, можно сказать, серия. И здесь будет решаться будущее и Шерифа, и Реал Соседат, кто пройдет дальше. Согласны, Родион? Я полностью согласен. Исторически так сложилось, что центральное сопротивление, ключевые решающие матчи происходят, так скажем, спаренные матчи на футбольном сленге, в которых выясняется, на что способен тот или иной претендент. И по итогам такого сопротивления можно уже окончательно говорить о каких-то окончательных итогах в группе. Для Шерифа это невероятный шанс. Если он претендует на какие-то высокие места в этой группе, то нужно обязательно брать очки. Родион, а что вы можете сказать о Степане Томасе? Уже можно сделать какую-то характеристику об этом тренере? Да, безусловно. Уже прошло достаточное время с момента его назначения. Он себя показал как в отборочных играх на Лигу Чемпионов и на Лигу Европы, как и в чемпионате, так и в текущей Лиге Европы он себя уже показал. В каких-то матчах с лучшей стороны, в каких-то матчах не с самой лучшей стороны. Ну, благо есть с кем сравнивать. А вот посмотри, вот в какой футбол, какой футбол ставит Степан Томас? Во что он хочет играть? Вам уже понятно? Честно говоря, наблюдая за регулярными матчами, еще не совсем понятно, какой стиль футбола. Если просто сухо смотреть на расстановку стартового состава, то это, безусловно, очень яркий атакующий футбол с тремя нападающими. Но когда мы смотрим своими глазами на стиль игры, то вырисовывается фланговая игра. Но я думаю, есть еще очень много нюансов, которые стоит дорабатывать. В каких-то местах игрокам еще до сих пор не хватает взаимопонимания, что очевидно. Возможно, все-таки Степан Томас найдет какие-то решения, найдет, покажет себя как грамотный специалист, опытный тренер. И сделает так, чтобы все заиграло новыми красками. Ну, на мой взгляд, сейчас одна, скажем так, из главных проблем Шерифа – некому забивать. Моменты вроде команда создает, все хорошо, но вот реализовать, поставить эту финальную точку, вот, к сожалению, некому. Вот не хватает Адама Трооре, который покинул Шериф. Понятно, что сейчас любой состав Шерифа, и этот, и последующий, будут сравнивать с тем самым, который играл в Лиге Чемпионов. Об этом составе поговорим. В чем уникальность этого состава, и кого бы вы выделили бы? Я думаю, уникальность этого состава, в первую очередь, что очевидно, это в колоритности представителей основного состава, то есть это… Ну, Шериф всегда этим выделялся. Да, и это и представители африканского континента, и Европы, и Америки, откуда только не собраны игроки. Это может быть, с одной стороны, хорошо, кому-то это может показаться плохо. Это первый момент. Второй момент – это, опять же, как я уже говорил ранее, стиль игры по флангам. Здесь, как индивидуальный исполнитель, я думаю, выделяется Рашид Аканби, фланговый нападающий, который также может сыграть и в центре. Но он и косичками выделяется. И косичками тем более выделяется, да. То есть внешний вид – это еще одна черта характерная нынешнего состава. Яркая, броская, дерзкая в каком-то плане. Ну, будем надеяться, такую же игру мы завтра увидим и в Кишиневе против Сан-Себастьяна. Ух, Родион, и подкованный вы все-таки человек в футболе. Сейчас мы назовем несколько фамилий, и вот интересно, поймете ли вы, о чем мы будем говорить дальше? Если думать о большом футболе, то с трудом вспоминаются такие фамилии. Да ладно! Да ладно, вот Головатенко, Япуряну, вам эти фамилии, о чем они говорят, Родион? Я думаю, если более искушенные болельщики, то они заметят сразу же такую тенденцию перехода от большого к футболу, к более мелкому. Я думаю, мы сейчас поговорим об Амалиге. Совершенно верно. Ну, как даже обидно прозвучало, от большого футбола к более мелкому. А фамилии, которые назвала Ольга, это все, ну, без преувеличения, это звезды, легенды молдавского футбола. Они играли и в Еврокубках, и за сборную выступали. Ну, Головатенко вам точно должен быть знаком как фанату Шерифа? Да, Головатенко играл, я думаю, в основном в составе большого футбола Шерифа. И по завершении карьеры уже перешел вот в Амалигу. Амалигу в Соку, да. Там поле поменьше, людей поменьше как раз. Но интенсивность даже выше, и Голов больше, чем в большом футболе, и зрелищность. И для первого Приднестровского, вот Ольга не даст мне соврать, Амалига почти родной турнир стал. Мы информационные партнеры этого турнира. И главная, конечно же, причина – это наш авангард ТВПМР. Он стартует в Амалиге уже в эту пятницу. И сразу же в соперниках одна из восьми лучших команд Европы. Это Тирасполь. Вот такое Тираспольское дерби. Думаю, вывеска для открытия этого розыгрыша просто классная. А мы можем много об этом говорить, да. Какая Амалига классная. И нельзя сравнивать, да, большой футбол или Соку. Все это очень интересно и замечательно. Но лучше самим это все один раз увидеть, да. Родион, кстати, слушайте внимательно Ольгу. Вам это тоже полезно. Да. Первый Приднестровский телеканал поможет, если есть какие-то сложности, да, с тем, как добраться. Да, добраться на матч, потому что матчи проходят в Кишиневе. Первый Приднестровский поможет все-таки добраться и туда, и обратно. Просто нужно позвонить по телефону. Три семерки 28 539. Сюзанна, лидер нашего фан-клуба, готова ответить на ваш звонок в любое время. Да, Первый Приднестровский готов и отвезти, и привезти. И это отличная возможность познакомиться вот с еще одним таким видом футбола и почувствовать всю крутость Амалиги. Мы вас соблазнили поехать в эту пятницу на Амалигу? Да, безусловно, это будет очень интересно. Я, возможно, даже обращусь за помощью насчет транспорта. Давайте все-таки я предлагаю вернуться к Лиге Европы, с чего мы и начинали. И это вопрос дня будет. Сейчас все мы прекрасно знаем таблицу. Реал сидят на первом месте, Манчестер Юнайтед на втором, Шериф на третьем. Аммония пока позади. И все-таки, на ваш взгляд, Шериф может выйти в плей-офф Лиги Европы? И насколько это важно? Ваши 30 секунд. Очень интересный вопрос. Большое спасибо за него. Я думаю, отвечу следующим образом, что скорее нет, чем да. Но мы знаем прекрасно, что футбол такая игра, которая всегда дает шансы. И сам Шериф это доказывал неоднократно на разных уровнях. И мы знаем из истории футбола много похожих примеров. Поэтому никогда не стоит опускать руки, посыпать голову пеплом, зарываться в песок и заранее себя обрекать на неудачу. Поэтому собираемся все вместе, приходим на стадион, болеем за команду, которая обязательно должна свои очки набрать и свой статус защитить. Ну вот хочу подчеркнуть, кто не в курсе. Если даже Шериф займет третье место, он никуда не вылетает. Нас ждет Еврокубковая весна, к которой мы начинаем уже потихоньку привыкать. Шериф будет играть в Лиге конференций. Но я честно верю, что дальше пройдет Реал Соседат и Шериф. А вот Манчестер будет играть в Лиге конференций. Так что наслаждаемся красивой игрой и все-таки верим в победу нашей команды. Да. Родион, спасибо вам за эту беседу. И хорошего вам завтрашнего дня. Ну и сегодняшнего вечера, конечно. Спасибо огромное. На этом у нас все. В студии для вас работали Ольга Гаврилова, Никита Кондратов. До встречи в эфире Первого Приднестровского. Берегите себя. Ну и, конечно же, хороших нам всем новостей. Нам их не хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова